В эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте! В студии Алена Куколева о событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Успеть до конца марта получить материнский капитал? Как не нанести вред здоровью во время поста? Запах сырости, крыша решетом и плесень вместо обоев? Или как живут рязанцы? И в городе не перестают обсуждать проблему городского освещения? В течение семи недель верующие будут готовиться к встрече главного праздника – Воскресенье Христово. Пасха в этом году приходится на 1 мая. До этого времени предписывается соблюдать ограничения в пище. Впрочем, в Русской Православной Церкви просят не путать пост с диетой и говорят о том, что главное – это духовное очищение. Как не нанести вред здоровью, резко отказываясь от привычных продуктов – в следующем сюжете. Как учит Православная Церковь, человек двусоставен, а духовных подвигов не бывает без воздержания тела. В пост нельзя употреблять пищу животного происхождения. При этом многие священники уточняют, что меру воздержания нужно устанавливать, посоветовавшись с духовником. Если человек имеет навык, то, конечно, он постится согласно правилам Церкви. Если он только начинает поститься, то для него может трудным быть такой пост. И, конечно, может со здоровьем связаны быть определенные тоже проблемы. Целью поста не является, чтобы человек упал от бессилия или совсем свое здоровье надорвал. Цель поста – это внутреннее, прежде всего, делание, изменение своей души, покаяние, приближение к Богу. И внешний пост, он должен этому способствовать. Но если человек постится, отказался от мяса, молока, рыбы, и при этом он весь такой раздраженный, злой, все ему мешает, все рядом его нервируют, потому что он постится, а все вот такие вот рядом, никто его не понимает, то нет никакого смысла в таком посте, и человек больше теряет, чем приобретает. Пост – это личное дело каждого. Тем, кто все-таки решил себя ограничивать в животном белке, нужно правильно сочетать растительный белок, не забывая о злаковых и бобовых. Многие путают пост с диетой, и здесь необходимо прислушиваться к мнению врачей. Те люди, которые на самом деле духовные и постоянно посещают церковь, они знают, что к посту надо готовиться. Поэтому у них есть сыроедение, то есть они перед неделей поста заменяют молочными продуктами, для того, чтобы не ограничивать резко снижение белка в организме. Для некоторых людей снижение белка в организме будет полезным, ну, например, для тех, у кого больные почки, либо для людей, у которых страдают аллергическими заболеваниями. А в целом резкое снижение потребления белка может навредить людям. То есть получается, что мышцы истончаются, а нагрузка увеличивается на костную ткань. 40 дней духовного воздержания могут, наоборот, добавить лишние килограммы. Дело в том, что в рационе во время поста мало жиров, но много углеводов. За разнообразие во время поста голосуют все, без исключения специалисты в области питания. Если вы решили поститься, то в вашем рационе обязательно должна присутствовать еда в течение дня регулярно. Это могут быть крупы, это может быть картофель, макароны, это могут быть овощные салаты. И если вы решили ограничить количество белка, мяса, то, по крайней мере, не убирайте из рациона рыбу, чтобы это не навредило вашему состоянию здоровья. Разнообразие блюд на столе помогает держаться во время ограничений, заодно способствует получать организму витамины и питательные вещества. Принято считать, что пост – это однообразная пища. В нашем ресторане вы можете убедиться в обратном. Мы предлагаем огромный выбор постных блюд, например, пшеная каша на воде с кокосовым молоком и запеченной тыквой. Такие простые продукты, как картофель, грибы, свекла, которые растут в нашем регионе, являются базовой основой нашего постного меню. Все это можно тушить, варить, жарить, добавляя грибы, сухофрукты, крупы. И такие экзотические продукты, как кокосовое молоко, рисовая лапша. Таким образом получаются очень вкусные и сытные блюда. Таким образом нужно помнить, что постная пища дает огромный простор для фантазии. Ведь, как говорится, когда набор продуктов ограничен, тут-то и проявляется настоящее мастерство и творческий подход истинных кулинаров. Свыше 17 тысяч рязанских семей уже воспользовались выплатами в 20 тысяч рублей на неотложные нужды и средства материнского капитала. Тем, кто еще не получил эту единовременную сумму, стоит поторопиться, напоминают специалисты регионального отделения пенсионного фонда. Заявления принимаются до конца месяца. Сумма материнского капитала на 16-й год составляет 453 тысячи рублей. Такая же была и в прошлом году. Чаще всего деньги используют для улучшения жилищных условий. А воспользоваться сертификатом можно только, когда ребенку, за которого вы получили маткапитал, исполнится 3 года. Но есть и исключения. Если семья приобретает квартиру через кредит или займ, то необязательно дожидаться трехлетия ребенка. Получив материнский капитал, можно сразу оформлять ипотеку. Если суммы на первоначальный взнос не хватает, можно добавить свои средства. Специалисты называют это смешанной формой оплаты. Например, в этом доме стоит квартира 800 тысяч рублей. Если первоначальным взносом у вас будет материнский капитал, 453 тысячи, квартира вам обойдется стоимостью в 347 тысяч рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке составит от 4 тысяч рублей в месяц. А для того, чтобы обналичить 20 тысяч из материнского капитала, осталось две недели. Программа действует до 31 марта 2016 года. Еще есть время написать заявление и принести номер лицевого счета, на который будут переведены деньги. Отчитываться при пенсионном фондам не нужно. Деньги предоставляются в виде единовременной выплаты в качестве временной антикризисной меры. И важно обратить внимание на то, что срок обращения за этой выплатой до 31 марта текущего года. Заявление можно подать как в орган ПФР по месту жительства, так и в многофункциональный центр. Предоставив такие документы, как паспорт, копию сертификата, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и справку о банковских реквизитах счета, на которые в двухмесячный срок будут перечислены деньги после подачи заявления. Еще один нюанс. Право получить 20 тысяч имеют только те семьи, у которых второй ребенок родился до 31 декабря 2015 года. Действие программы по выдаче материнского капитала продлено до конца 2018 года. К официальным новостям. Олег Ковалев в ходе заседания регионального правительства дал поручение в недельный срок разработать и представить на утверждение план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в области. В региональном правительстве забеспокоились о безопасности на дорогах области. Зима не оставила после себя ни дорог, ни разметок. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев дал поручение разработать план мероприятий по повышению дорожной безопасности. Я хотел бы, чтобы недельный срок мне уже представили мероприятие на утверждение. Потому что уже неделя одна прошла, еще неделя дается вам на доработку и представить мне на утверждение. Это совершенно конкретные вещи должны быть прописаны со сроками соответственными и там, где надо, с финансированием. Потому что то, что у нас происходит, это, к сожалению, уже за пределы выходит. И не зря президент Владимир Владимирович Путин вчера в Ярославле проводил совещание по этой проблематике. И, собственно говоря, вопрос это всем уже понятный, над чем надо работать. Как отметил губернатор на заседании Кабинета министров, этот вопрос он ставил в рамках состоявшейся недавно комиссии при правительстве области по безопасности дорожного движения. Ковалев подчеркнул, что план должен включать в себя три блока мероприятий. Все планы мероприятий должны охватывать весь комплекс работ. Ответственный Булейков Олег Евгеньевич. Второе – это мероприятие по региональным дорогам. Ответственный министр транспорта – это дорог региона Межорин. И третье – мероприятие по федеральным дорогам. Ответственный министр транспорта – это дорог Межорин и руководители управления Росавтодора, это Большая Волга и М6. Я не беру сами ремонтные работы. Это, само собой, есть программа, она должна выполняться. Эти мероприятия должны быть согласованы с программой дорожно-строительных работ как в населенных пунктах, так и по региональным и федеральным дорогам. Также губернатор заявил, что следует провести, где требуются работы, по нанесению дорожных разметок, установке предупреждающих информационных и запрещающих знаков там, где это необходимо, размещению камер фото- и видеофиксации, оснащение на трассах, обустройству пешеходных переходов и многое другое. Координировать эту деятельность поручено первому заместителю председателя правительства Рязанской области Шаукату Ахметову. Проблему некачественного городского освещения в Рязани не перестают обсуждать как жители города, так и представители власти. На неделе в региональном правительстве состоялся брифинг, на котором первый зампредправительства Шаукат Ахметов высказал свою точку зрения относительно этой проблемы. Подробнее Роман Дворецков. Плачевное состояние дорожного полотна в Рязани и области самое важное, но, к сожалению, далеко не единственная проблема, волнующая жителей города. После замены ламповых фонарей на светодиодные рязанцы стали жаловаться на плохое освещение в разных районах города. Светодиодные лампы проработали в нормальном состоянии не так долго, как ожидалось. На прошедшем брифинге, посвященному ремонту дорог Шаукат Ахметов, также затронул тему освещения проезжей части. В городе же Рязани поставили не... по светодаче неэффективные светильники. Естественно, мы сейчас с администрацией города понуждаем этого подрядчика заменить и поставить нужные светильники. Если не будет идти на встречу нам, естественно, мы будем ставить вопрос о расторжении контрактов, о привлечении к ответственности, к материальной соответствии с действующим контрактам. Ну а те люди, которые в составе подрядчиков превысили свои должностные полномочия, соответственно, компетентные органы сейчас проводят расследование, и виновные люди будут привлечены к ответственности, и судом будет доказана их вина. По словам первого зампреда правительства, энергосервисные контракты будут более эффективны, если каждая из сторон будет грамотна, а главное – добросовестно выполнять свои обязательства. Одна из немногих дорог в городе, где с освещением практически нет проблем – это северный обход. Там стоят натриевые лампы, но поставить их во всем городе и области нет возможности. Ну, натриевые светильники, они дорогие в эксплуатации. И сами вот эти вот лампы, да, они натриевые, дорогие, и в эксплуатации они потребляют большое количество электрической энергии. Вот в прошлом году мы 45 населенных пунктов, по которым проходят региональные дороги, осветили. Это большой шаг сделан. В этом году эта программа тоже будет продолжена. Около 30 населенных пунктов будут освещены. И пока идут дебаты на тему, какие же светильники все-таки лучше, с наступлением темноты некоторые районы города все еще погружаются в кромешную тьму. Рязанский медуниверситет посетила главный кардиолог России Ирина Чазова. Она выступила с лекцией перед гостями РАЗГМУ, среди которых были врачи как из нашего, так и других регионов. Сердечно-сосудистые заболевания и гипертонии в частности. Именно на этот недуг, по мнению главного сердечного специалиста страны, нужно обратить пристальное внимание. На конференции в Рязанском медицинском университете собрались лучшие кардиологи страны. Внимание было уделено такой болезни, как артериальная гипертония. Заболевание является одним из самых главных факторов риска, который приводит к смертельным осложнениям, инфаркту и инсульту. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний волнует всю страну. Поэтому и работа в этом направлении в последние годы поставлена в межведомственном контексте. Эффект уже есть. Об этом говорят цифры за 2015 год. Рязанская область по темпам снижения сердечно-сосудистой смертности была первой в лучшем смысле среди 18 регионов Центрального федерального округа. А по темпам снижения общей смертности, то есть это смертность от всех причин, занимала первое и второе место с Ивановской областью. Это данные на 2015 год. Поэтому вот эта работа, она и образовательная, в том числе вузы Рязанского. Рязанский вуз уделяет очень большое внимание не только обучению студентов, но и обучению врачей. 2015 год был объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку в России от этой болезни погибает втрое больше граждан, чем в США или в Европе. И подобные конференции помогают дать новый рывок для медицинских работников и самих пациентов, показать, что проблема может реально решиться. В России смертность последние 10 лет от сердечно-сосудистых заболеваний постоянно снижается. И все наши усилия, прежде всего, они были направлены на улучшение лечения больных с ашемической болезнью, сердцесосным коронарным синдромом, внедрение тромболизов. Все выступающие единогласно отметили, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями станет наиболее возможна, когда сами граждане станут еще более ответственно подходить к профилактике заболевания. Поскольку пока людям бывает проще принять таблетку, чем отказаться от вредной пищи или заняться физическими упражнениями. В любом случае, для всех пациентов в регионе делается все возможное, чтобы улучшить их качество жизни. За последние 5 лет большая работа была проведена по модернизации, по техническому и содержательному обучению наших специалистов. Поэтому за последние годы на 16% мы уменьшили количество смертей от данных видов болезней. Для всех собравшихся лекция главного кардиолога страны в результате оказалась очень живая и наглядная. Все районы приехали, потому что проблемы действительно очень актуальны. Тем более к нам приехал главный кардиолог Российской Федерации Чазова Ирина Евгеньевна. И, конечно, хочется пообщаться и услышать про свою область в разрезе, да, со сравнением с другими регионами страны. Это не единственная в своем роде конференция, прошедшая в Рязанском медицинском университете. В ВУЗе уже на протяжении многих лет ведется активная работа. Вопрос лечения сердечно-сосудистых заболеваний не может не волновать рязанских докторов. И поэтому на всех мероприятиях здесь собирается максимальное количество медицинских работников, чтобы получить опыт для дальнейшего применения в работе. Хочется добавить, что Рязанский регион в 2013 году в первом числе принял областную программу профилактики. Область имела приоритет и первая среди других регионов включилась в работу. А напомним, что профилактика – это одно из главных мероприятий в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И к проблемам горожан. Мы им деньги платим, а они нас завтраками кормят. С такой жалобой в нашу редакцию обратились жильцы дома 24 по улице Новоселов. По словам владельцев квартир, их борьба с обслуживающей компанией длится долгие годы. Капитальный ремонт в 40-летнем строении не провели ни разу. Этот 10-подъездный дом на улице Новоселов построен более 40 лет назад. И ни разу в нем не проводился капитальный ремонт. Последние несколько лет жильцы дома всерьез обеспокоены протечкой крыши. Вода проходит не только на верхние этажи. Она идет в квартиры ниже по проводке, трубам, стенам и обоям. Я уже задыхаться стала вот от этой сырости, от этой плесени. Вот сейчас хорошая солнечная погода, поэтому все нормально, высохло здесь. Сейчас начнутся слегка дожди, дожди, или снег вот будет, не дай бог, опять выпадет, да. Сейчас все обои опять все набухнут. От таких наводнений у Светланы Шабановой уже однажды случился пожар. Вода задела проводку и от замыкания загорелись обои. По всем вопросам ремонта жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию. И за ответами по натоптанной тропе наша съемочная группа отправилась туда вместе с жильцами. Здравствуйте. Какого разрешения вы снимаете? Вы не снимаетесь, пожалуйста. Увидев видеокамеру, диспетчер управляющей компании даже попыталась выставить нас вместе с жильцами за дверь. Но спустя время все же неохотно дала комментарии. Диспетчер сказала, что вопросом ремонта дома номер 24 на улице Новоселов все же занимается мастер. Но координат для связи с ним не предоставила. Это не диспетчеру. В каком хотя бы процессе находится это дело? Все передано к мастерам. Мастера это все решают. Каждый раз жители просят у управляющей компании произвести хотя бы текущий ремонт, чтобы остановить протечку крыши. Но эффекта нет. Приходил мужчина, мастер, у нас посмотрел и говорит, ну я уже был тут. Ну они были там, разов в 10 уже были за зиму. Зима теплая, постоянно течет. И что они делали? Ничего пока не делали. С них там скидывали, наверное. Ну а вот как вы пытаетесь достучаться до мастеров или даже... Вот сюда приходите. Просто приходите? Да. И вот каждый раз так просто приходите? Да, приходите, да. Как дальше выяснилось, некоторые сотрудники управляющей компании все же в курсе всех разрушений дома номер 24. Сами они его называют большой проблемный дом. Там рассыпалась стяжка вся. Не только что вот тот самый кровельный материал направляемый. Он еще рассыпался вся стяжка. Там до плит все рассыпано. Козырьки вот эти, которые над вытяжками, они превращаются в щебенку. Мы частично уже заменили козырьки на металлические там. Поэтому мы этим домом, в смысле, владеем ситуацией полностью по нему. Но не все в наших силах сделать. В этом году, в 2016 год, они поставлены, по крайней мере сейчас, они в списке стоят на капитальной ремонте. Однако в такие обещания по капитальному ремонту совершенно не верят жильцы. Они устали от происходящей ситуации. В прошлом году также говорили, будет капитальный ремонт, ждите. Проведя такое небольшое расследование, услышав мнение жильцов и управляющей компании, остается надеяться, что в этом году ремонт дома все же будет произведен. И его жильцы заживут спокойно под новой крышей, дыша свежим нормальным воздухом, не боясь бесконечного ремонта и возможных пожаров. Запах сырости, крыша решетом и плесень вместо обоев. Это не декорации, а реальные условия существования жильцов одного из рязанских домов. Они уже не впервые обращаются в редакцию нашей телекомпании после последнего визита журналистов. В этот многострадальный двухэтажный дом, как утверждают сами жильцы, сдвиги произошли, но небольшие. Подробнее о проблеме рязанцев расскажет Роман Дворецков. В этом доме не то, что жить, находиться невозможно. Именно так отзываются жильцы дома номер 47 по улице Энгельса. И это не преувеличение. Коридоры очень похожи на декорации для фильма ужасов. В воздухе постоянно витает запах сырости и затхлости. Два раза в год с потолка на жильцов обрушиваются потоки воды, так как крыша больше напоминает решето. По углам уже через пятый или десятый слой обоев виднеется плесень. На все жалобы жильцов местная жилищно-эксплуатационная контора и с года в год отвечает лишь одно. Говорят, что жить можно. А каждый почти весну делаю ремонт. Все крашу, обои подклеиваю. Жить невозможно практически. Тем более ребенок у меня в школу ходит. Он сейчас вот с кашлем ходит, кашляет, потому что невозможно здесь. В доме проживают три многодетные семьи. Но точнее будет сказать, что в этом доме они выживают. Санузлы больше похожи на пещеры. В каждом углу есть черное пятно плесени. Под раковинами стоят ведра. В доме все чаще и чаще появляются трещины. В некоторых местах, как говорят жильцы, уже выпадали куски стен. Каждый подъем на второй этаж может закончиться трагически. Деревянная лестница осыпается на глазах. Также каждый год весной в доме появляется озеро. Подвал затапливает по самый вход. Неудивительно, что у многих квартирантов начались проблемы со здоровьем. Жить, конечно, здесь, как говорится, хотелось. Но не получается по возможности. Потому что плесень, грибок везде, нет ни теплой воды, нет ни душевых кабинок, ничего. Нет, жить невозможно. И в связи с этим совсем я получила легочные заболевания. Бесчисленные жалобы жильцов в различные инстанции успехом не увенчались. В ответ они получали лишь молчание или же многочисленные обещания. Проживающие живут в постоянном страхе и напряжении. Ведь дом номер 47 по улице Энгельса в любой момент может попросту рухнуть. Как выясняется, с наступлением весны страдают не только автомобильные, но и пешеходные дороги областного центра. И действительно, когда речь идет о разбитых или непроходимых дорогах в деревне или села, становится непонятным, как в современном мире дойти до магазина или отвезти ребенка в школу может стать настоящей проблемой. Но когда такие ситуации переживают жители большого современного города, это уже нонсенс. Анна Герцовская прошлась по таким дорогам. Борьба за право проложить путь по этой дороге идет между машинами и людьми уже не первый год. Ситуация разворачивается вокруг нового детского сада. Поскольку он достаточно большой, сюда ежедневно приходят сотни людей, чтобы привезти своих малышей. Для многих эта дорога единственная, ведущая от дома в детский сад. Все эти дети с утра идут в сад, их привозят в детский сад, потому что не все живут рядышком. И здесь, получается, машины паркуются в несколько рядов. Нет возможности проехать машинам, которые выезжают в город. И тут же идут мамы. Пройти не по проезжей части, а по тротуару тоже не представляется возможным. На обочине либо грязь, либо машины. Поэтому люди, идя по проезжей части, ежедневно рискуют своей безопасностью. Сколько раз было случаев, что кто-то не заметил, чуть ребенка не придавили. Это вот буквально вчера произошло. Одна мама отъезжает, другие подходят. Не заметили. Родители, отводящие своих детей в сад, уже не раз собирались. Обращались в различные инстанции, чтобы решить эту проблему. Люди хотят, чтобы здесь появились тротуары. Но пока они есть только с одной стороны детского сада. А ведь путь многих граждан пролегает совершенно из противоположного направления, которое, к слову, и вовсе оказалось заброшенным. Этот мост – еще одна местная проблема. Он весьма экстремальный. С одной стороны не имеет перил, он достаточно скользкий. Где-то от него отходят неукрепленные металлические листы. Однако он пользуется большой популярностью. Ведь именно этот путь позволяет сократить время на дорогу до того же детского сада, школы или больницы. А вот почему вы здесь именно ходите? Расскажите. Тут там обходить, а тут ближе. И в школу, и в садик ходим. То есть каждый день вы здесь ходите? Да, каждый день. Каждый день. И вечером ходим, и утром ходим. Через этот мост даже в рабочее время проходит большой поток людей. Все они осторожно шагают по неукрепленным лестницам. Потому что им проще пройти здесь, чем потратить лишние 30 минут на обходной путь. Кстати, в обход идти намного безопаснее. Там подобный мост недавно все же отремонтировали. Потому что на нем неоднократно люди получали травмы. От переломов носа до переломов рук. Так что местные жители надеются, что и ремонт этого моста тоже возможен. И это произойдет. Тогда они смогут спокойно добираться из дома до школы, детского сада или больницы. И к другим темам. В этом году в Рязани планируют отремонтировать путепровод на улице Есенина. Работы начнут в апреле и завершат в октябре. Мост находится в предварительном состоянии. На проезжей части необходима единая монолитная плита. В рамках капитального ремонта рабочие также усилят опоры и другие конструкции. А мы сегодня расскажем об историческом значении популярного городского моста. Мост-встреча. Так его можно назвать. Мост. Кавычки открываются. Встреча. Кавычки закрываются. Почему? Потому что происходит встреча старого города с городом новым. Городом юго-запада. С Рюминой рощей. С Корбящинским мемориалом. С Речкой Лыбить в конце концов. Построенный в начале 60-х 20-го века, мост является относительно молодым. Но возраст – не причина не быть уникальным. Именно под ним проходит построенный еще в 19-м веке путь в Сибирь и на Дальний Восток. Знаменитая Транссибирская магистраль. Самая длинная железная дорога в мире. Уже после были открыты и другие направления Транссиба. Северная, Новая и Южная. Но первая историческая проходит именно через Рязань. Итак, мы с вами находимся на съезде с того самого моста путепровода в Старый город. Начало его – это угол двух старых улиц 18-го века. Полевая и Есенина. Это две улицы из четырех, которые ограничивали территорию Старого города. По сути, мы с вами и находимся на въезде в начале Старого города или в конце. Кому как удобно. Примечательно, что отсюда следует прямая дорога к другому мосту. Мосту через Аку. Получается, этот мост, путепровод, дает отсюда старт дороги на Мещерский край. Туда на Солочью, Клепике, Владимир, Нижний Новгород. Вот эта линия, начиная с этого моста, прямая, да? Дорога, можно сказать, Мещерский тракт такой настоящий. Отсюда видно и одно из наиболее интересных по своей архитектуре зданий. Таких в городе много не насчитаешь, и поэтому в народе принято давать им имена. Это, например, называют «Чертов палец». Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы обращаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных! Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин